Добрый вечер, брат. Что-то у меня брякнуло. Я говорю, а Володя говорит, может, случайно нажал? Ну, хоть случайно, я воспользуюсь этим. Не, я... Тебе меня видно? Да, я вижу. Подожди, минутку, подожди, это... Подойди, Никита, иди сюда, рядышком со мной. С Украины вот приехал брат, с Борисполя. Я ему разрешил приехать в Потеряевку, сейчас будут оформляться и принимать гражданство. Никита Колесников, мы сейчас... Это на, я имею ввиду, на переселенец прямо, да? Да. Ну, слава Богу. Правильный выбор сделал, брат. Блай Бог. Будем вместе спасаться. Чего же нам по разным этим... Прятаться там, по закоулкам. Надо собираться вместе с ним. И вот он... Я сейчас его расспрашивал, как я ему разрешил. За 20 лет первому человеку разрешили это. И мы все это записали, я к утру выставлю. Вот именно почему разрешили это. У него настойчивость была. И он сколько раз звонил, уже надоел мне. Я говорю, да опять этот Никита. Бездерник какой-то. Я помню, он зимой, по-моему, звонил. Зимой. Это самое. Два раза, по-моему, он звонил даже. И это, и это ролики делаю, я помню. А первый-то звонил, когда я потеряевки был. Потеряевки был. И я ему говорю, ты... Он в семинарии, как бы, работа, это... Готовился. А я говорю, ты иди на шахту работай. 25 лет-то такой здоровый дядька и ходишь без дела. В церкви там где-то прислуживают. Я в шахту хотел. Конечно, слава богу. Я прям двумя руками знаю. Это... Это выбор лучший из лучших. Большего искать негде и нечего искать. Молодец. Какая поддержка тебе. Ты, Сергей, это знаешь, кто с тобой разговаривает? Конечно. Подвижник. И подвижник, и герой веры. Я сегодня... Я сегодня только оклемался чуть-чуть. Вроде голос прорезался и говорить могу-то. А у меня же это... У меня-то они полезны какие. Оно... И как у обычных людей. А у меня, если начинается, то все сразу. У меня отказывают и легкие, и сердце, и печень, и поджелудочные, пищеварительные, степые почки. И все это... Одновременно все это отказывает. То есть он у меня... У меня просто от бабули вот по отцовской линии, у нее здоровье. У нее было семь инфарктов. Таких вот серьезных инфарктов. И после каждых инфарктов она стопроцентно восстанавливалась. После каждого инфаркта. Вот. И я, видимо, унаследовал вот такое здоровье. Я в интернете списался вот недавно с одним. А они-то с такой травмой люди, как у меня, не живут. А вот обычно эти, кто ныряет, у них травмы такие вот С5, С6. Но это на уровне шейного отдела С5 и С6 позвонки. Вот. И они живут уже с этими травмами. А такие травмы, как у меня, у меня, начиная с С3 по С7. То есть пять позвонков, и они прям в мясорубку разлетелись все. И с такими травмами люди не живут. И у меня в организме сбои такие происходят, что у меня все, все органы останавливаются, вообще перестают работать. И для меня сердце, видимо, сильное. И оно, сердце, не останавливается. Сердце держит это все на сердечной деятельности все. Мозг. И мозг вроде поддерживает это все. И вот у меня эти муки. Матушка бегает. Вокруг меня бегает. А чего она может сделать? Скорую вызовешь. Они приезжают, руками только разводят, говорят, а мы чего? А чего мы можем сделать? Мы даже не понимаем, что с ним происходит вообще. Тут я, я уже Богу молю, Господи, да забери меня, я не могу, у меня нету сил. Я, я не могу, я не могу. Плачу, забери меня, возьми меня отсюда. Я не в силах терпеть такого. Ну, наступает утро, смотришь, дает облегчение. Так вот, вот так вот и живем. А что там ваша жизнь, вам что там землю вон сибирской копать не перекопать ее там и с рук поставишь в Сибирь и это самое. Я бы сейчас, сейчас мне дали болью, я бы сейчас не знаю, не знаю, что мне тут натворил бы. Я же ничего не умею еще делать. Землянку копать буду. Ну, не умею, ну, можно и землянки начать, а что землянку пока выруешь, а там бы... А сруб, а что его уметь-то, сруб, ты там журанчик по лесу, это детский ребенок любой срубит. Ты пойдешь в лес, нарубишь себе с осем это самое, да и сложишь там избушку себе, да и все. Ну, это много сил надо, чтобы срубить только. Сил не надо много, надо только меру иметь и все, а сила, а мне не нужны силы. Какие там... Ну, да, труды молитвы. Мы с родителями этой вот этим летом, я уже думаю, вот недели через две уже будем переезжать, а у нас тоже за городом 70 километров. Так я лежу-то, я лежу, у меня голова, я тут умираю каждый день, а чуть отнимаюсь, я уже думаю, надо, поедем, буду дом ставить. Ну, ты представь, у меня голова-то о чем думать, мне о чем тут думать, а я лежу, думаю, дом надо мне новый, с рук надо поставить новый, чтобы с русской печью, со всеми делами у меня. Ну, я не для себя, естественно, стараюсь, у меня двое внуков, у меня дочь, я им хочу. Вот, ну, а для себя-то оно-то, а для себя я вообще стимул такой. Нет, дело, прям дело, я с радостью буду. Ну, вы просто, вы просто не знаете, что это вы ограничение. Есть ограничение, люди сидят в тюрьме, их сажают там на 10 лет, но они знают, что кончатся эти 10 лет, и человек выйдет оттуда, и, возможно, даже если, если он нашел какой-то стимул в жизни, он, возможно, даже изменит свою жизнь, но у него есть практически стопроцентная уверенность, что он выйдет оттуда. Но у меня ее нет, у меня даже ни малейшие зацепы нет, понимаешь, даже, ну, ни малейшие, потому что Господь мне не дает таких подкреплений, что ты встанешь. У меня, наоборот, Господь говорит твое место здесь, вот тут, вот тебе тут и лежать. Вот, и я согласен, я говорю, Господи, да я буду лежать, я буду тут, все буду лежать, все, как скажешь, буду делать. Вот, ну, и опять же, я хочу участвовать в жизнедеятельности здоровых людей. Я мало общаюсь с инвалидами, потому что, ну, там перспектив, как говорится, вообще, там, ну, если инвалид православный, тогда да, тогда с ним можно еще о чем-то говорить, если у него вера, если у него есть мысли о вечной жизни. А так-то какие разговоры у инвалидов о болячках? А мне о болячках неинтересно говорить, мне хочется говорить о перспективах каких-то, мне каждый день созидать хочется, мне хочется строить, мне хочется детей растить, мне не так хочется. Поэтому, поэтому, вот, ну, дерзайте, потому что у вас, у вас все есть, тем более, малолерно, ну, я практически, у меня дочь, когда ты же постарше себя, ей 25, тебе 23, по-моему, да? А 26, ну, вот, вы практически ровесники, у меня дочери, 25 будет вот этим летом. Еще вся жизнь береги, что там, что там думать, когда, чего, надо вот, надо прям, как и в этом фильме, в одном, рвать и метать. Действительно, просто хочется рвать и метать! Прямо рвать и метать, прям в голову мышь приходит какая-то, ее прям, ее не надо долгий ящик откладывать, ее надо прям брать и реализовать. Я вот, я вот уже живу, мы уже, ну, несколько лет живу этим, я живу вот какими-то планами, какими-то, какими-то кострами в душе, у меня, у меня загорается огонь. Понимаешь, и я у него хочу туда дрова быстрее пооткидывать, чтобы он у меня еще больше разгорался. Ну, естественно, благословения нужны, да, а вот бывают такие мысли, как залетят, что они, бывает, что и неугодные. Вот, ну, ну, я не то, что завидую, я не знаю, какой завистью, я, знаешь, ну, завистью мне никогда в жизни это не имел, можно сказать. Может, может, это достоинство моё, может, это Божий какой-то дар вот такой, что не завидовать. А вот порабоваться я вот умею, я вот тебя увидел, у меня даже, у меня вот даже душа расцвела, что вот такой вот ты путь себе выбыл. Какие у тебя перспективы, какие люди вокруг тебя? Да, в нужное время, в нужном месте оказался. Он тут в страну приехал, не к Войчичу, без рук, без ног-то. Ну, понятно, что человек большой подвиг сделал-то, а сравни со своим-то. У него желудок работает, он движется, даже там в футбол играет, женился сейчас. С вами-то сравнивать даже... Я еще хочу сказать по поводу этого, ну, это бизнес-проект, он будет раскручиваться все дальше и дальше, это одна из секций создается, и там будут они зарабатывать деньги на нем, на этом Войчиче. Понимаете, у него в жизни он не испытал перемен, но родившись червяком, ну, как ты можешь мечтать, там, стать птицей какой-то? Ну, ты родился без рук, без ног и все, ну, и ты вырос в этом и воспитался в этом. Я сравниваю возможности и страдания ваши и его, потому что, ну, с этой позиции, если смотреть, так он-то, у него желудок работает, он движется, сгибается, в воду прыгает, плавает, вы всего этого лишены. Так что у него даже без рук, без ног положение-то намного лучше, он по всему миру ездит и прочее. Вы совершенно недвижимый, на вытяжку, на вахте стоите, лежите там 12-13 лет. Я вчера только, я вчера в этих, бьюсь в конвульсиях, а я-то чего, у меня мысли какие. Я бы сейчас, если бы мог бы, допустим, как человек здоровый, свернуться вот так в калачек. Знаете, у человека, когда живот болит, он сворачивается в калачек и тем самым облегчает себе боли. Вот, а я-то не свернуться, у меня даже коленки не сгибаются, ничего. Я же как струна вытянутая, мне нельзя ничего, ни один сустав не сгибается. Вот, люди живот как-то себе массируют, гладят или к больному месту ладонь как-то прикладывают. Вот, зуб, зуб заболит, а я даже не могу достать, достать до него, чтобы его хотя бы это, погладить как-то. Глаз, глаз что-то, я не могу даже почистить все глаза. Сейчас сказать. Да это, ну, знаете, как это вот, опять же, я вот только недавно с этим, с Александром-то разговаривал, с Андрусенко, и вот по поводу этой передачи. Ну, человеку это невозможно перенести никак, это вот только Господь, Господь вот посылает или какие-то или силы, или укрепления вот эти вот, что укрепляют вот он. Ну, вот то, что вот стинать как-то вот, или проклинать там Бога, это у меня такого даже и мыслей не было, вот, чтобы, да чего ты меня вот это положил, что ты, ну, я понимаю, за что, ну, кем я был там, кем я, ну, я ничтожество. Я понимаю, я понимаю, за что я лежу-то, это вот это бремя мое, я знаю, за что я здесь лежу. Я никогда в голову не скажу, за что ты меня сюда положил, потому что, потому что я заслужил. Это как на кресте, как на кресте этот разбойник правый сказал, да мы-то, мы-то, мы-то знаем, за что мы здесь находимся, а он-то, он-то за что-то. Ну, так, так что мне там на Господа что-то, ой. Сколько, сколько было всего? А что ты так это, Сергей, Бряк у нас сразу отошел, три звонка, ты дольше звонишь. Я, Тихо, ты, я не хочу, может, с кем беседуете, там я что буду мешать-то? А вы не знали, что у меня беседа-то, а она как раз уже кончилась. Ты всегда звони дольше, потому что я тут пока переключу и все, пока ручки надену. А вы, наверное, еще не видели, сегодня ко мне этот отец Петр опять написал, все-таки он настаивает на беседе по поводу прещения. Вот, он же материал подготовил, и я говорю, ну я позвоню, говорю, давайте договоримся, время обсудим. Вот, у него сегодня служба после шести по московскому времени, потому что он из дома ушел. Вот, он говорит, давайте на завтра, на вечер приблизительно вот на это время устроим. Вот, но он, видите, он как бы вас немного побаивает, так как вы его на этом, ну, прерываете, не даете ему. Вот, и я как бы таким неким третейским судьей хочу выступить, чтобы останавливать кого-то когда-то. Вот, ну, и, как говорится, поставим вопрос ребром. Вот, вы озвучите, в общем, о нарушении таинств в церкви, но в основном поставим крещение в главу угла поставим. Вот, а там уже можно и обговорить там и венчание, и там, ну, все что угодно, и любые таинства. Ну, я, можно сказать, с почтением отношусь вот к вашим вот этим доводам, чтобы под язык там не лезли ко мне. Вот, но у меня большая просьба, чтобы вот вся эта дискуссия проходила таких на, на мерных тонах, чтобы не было вот, как говорится, вот таких вот перегибов. Вот, чтобы, ну, потому что смотрящие, чтобы смотрящие люди могли принимать эмоции, поменьше эмоций, чтобы было. Хочется, хочется, чтобы больше людей услышало, потому что люди, когда видят, хотя это не гнев, это праведный гнев, как правильно сказано, что гнев бывает и праведным, ваш гнев праведный. Но люди этого не понимают, и хотелось бы, чтобы беседа была в духе кротости и смирения вот такого. Это не может быть. Если я говорю, что канон, его надо исполнять, а он будет тянуть в другую сторону, я обязан снова повторять ему. Пятьдесятое апостольское правило. Если не три погружения, да будет извержен. Епископ Милоши толкует. Нет трех погружений, ты должен быть извержен. А его не извержен, колбасит теперь по полной программе, что хочет, то и ворочает. Нам никто не дал правило изменять. Никто. Никто. Ни один епископ этого правила не имеет изменять. А то экономию придумали. Трясут животами да толстыми задами. Не годится это. Правило не смотрит на должность. Ты обязан выполнить его. Милиционер, он должен остановить и оштрафовать. Вот Сергей-то пробыл, в КПЗ ночевал. Нельзя требовать от милиции любовь к нарушителям. Никто не требует для этого. Нигде. Какая любовь? Он обязан ответить по закону. Ему не о любви надо думать, а как голову свою на место приставить. Какая тут любовь может быть? Любовь заключается именно в строгости. Вернуться к потерянному, подобрать. Литургия верных главное. А не литургии верных-то нету. И поэтому литургии златоуста нету. Оглашенные, видите, выкинули. Любой ходит. Литургия верных называется. Как можно с этим мириться-то? Нету литургии златоуста. Они все исказили. И поэтому чуть что, я причащать тебя не буду. Инотично выживаю. Самая страшная игра. Почему? Ну хорошо. Сергей, представь себе, что тебе знакомый Иван Захарович. Ты такого знаешь, нет? Ивана Захаровича не знаешь? Он известен как Иоанн Хреститель, сын Захарии. Ну вот. И вот ты ему и говоришь. Знаешь, дядя Ваня, ты как-нибудь там поаккуратнее, когда к тебе люди-то придут, да еще поресеют-то. А он встречает порождение хидины, змеи, аспиды. Разве так встречают людей? Они пришли креститься, а у него один ответ. Ко Христу приходит то же самое. Павел, когда беседует с этим, читаем 13 глава Деяния Апостолов. Ты враг страха и правды, сын дьявола. Да коли будешь собращать с прямых путей Господних? Вот так надо разговаривать с сектантами. Господь говорит, почему вы не понимаете речи моей? Вы не можете слушать, не можете. Уши-то есть, а не слышат. Теперь они не могут говорить еще, потому что мы есть. Про нас только пишут и говорят. Они ничего не могут сделать из этого. А хорошее? Да, хорошее. Они начинают это хорошее поносить. Поносить, злословить. А это уже хула на Духа Святого. Хула на Духа Святого означает ненависть к самому добру. И они видят, что правильно у нас так готовим к окрещению, долго, внимательно. Они все поносят. Придумали в полное погружение. Что это такое? Если омовение, как скамея, как-то священник балаболит. Они не знают Бога. Они не верующие. Безбожники попы. Как это можно говорить? А другой пишет. Про меня, про нас. Придумали, что полное погружение. Это как праздник Нептуна придумали. Они обезумели. Они просто как осатанели. Полное погружение. Они злословят. Они не только не каются. Они глубже и глубже погружаются. И как можно уступать? Ничего нельзя не сделать. Вот на эту фразу я отвечаю одному. Еще ничего не делали. А начни и получится. Я вот со своей семьей. У меня уже, у меня только семь человек. Благодаря вам вот через месяц в моей семье семеро будут креститься полным погружением. Представляете? Я руку протягиваю тебя туда, погладить тебя по голове по ежику. Так сколько пишут-то? Вот ты сейчас про Андрусенко считал, он договорился с соседней деревней. Сам, жена и теща. Так он перед этим-то у нас какая бурная переписка была. И у меня нет ни одного ответа, который было бы вопреки канону и не пришлось бы ему по сердцу. Он на все говорит аминь. А человек-то разумный. Да к ней он один. Да проникаются. Сколько таких людей? Откуда? Это не правда. Чудо в чем люди проникаются. Понимаете? Ну у меня матушка, но я не сказал бы, что она сугубо верующий человек. Понимаете? Или дочка моя. Но когда она это услышала, ее душу это пронзило стрелой, что надо к ней погружаться. Это третий этап завершения рождения свыше. Без этого никто не войдет в царствие Божие. От воды и духа. Они все порушили. И поэтому смотреть не надо. Находятся священники, которые этих моченых крестят, как положено. Перекрещивания нет. Люди не были крещены, а были обмануты. А что он мне там этот священник будет говорить-то? Ну что, то, что в семинаре учился, то мозги ему запудрили. Мы православные. Одно слово и все вопросы сняты. Я православный, я обязан все выполнять. А иначе не называйся этим святым именем. Иди в святую. Слушайте, что так. Я сегодня вечером буду с этим, буду звонить, Александру с ним будем звонить. Че? Поэтому я тоже сейчас думаю, опять же, по поездке, по вашей, чего вы там надумали? Ну что надумали-то? Вопрос-то стоит об одном теперь. Только вам. Батюшка приехал, и все это знает, отец таким-то. И зашел, никто не поедет, только ты. Я говорю, я не могу, у меня позвоночник сползает. Три поклона, я уже встать не могу. Мне сидя нельзя. Пойдешь ты, ты автор. Дальше. Дальше. Пойдем вернетесь с этой поездки. Ну, выхода-то нет, лежат, лежат. У меня сто городов надо еще посетить. Сто. Ну, есть кому я, я Сергей Буховым разговаривал, он готов ехать. Кто? Он говорит, можно взять. Сергей Бухов, готов ехать. Да не поедет он, не поедет. Сережа, послушай меня. Он не поедет. Он едва не погубил нас всех на машине, когда было. Он не поедет. Его за руль нельзя сажать. Ну, жить два шофера. Ну, водитель. Вот. Водитель, ему нужно ехать. С Марьясова, молитву. Ну, с Марьясова почти. Он почти прилетит на самолете сюда и говорит, меня уволили с работы, помолитесь. Я говорю, не для этого ли нас Бог уволил, чтобы вы... Вам не надо никуда ехать. Вам не надо, и вы оттуда не вернетесь. Я знаю про это никак. Меня выталкивают. Меня выталкивают. Потому что они даже приезжают с книгами, и никто не принимает, не разговаривает. А кто такие и чего? Это автор. Я знаю. Как только зашел автор, сразу мгновенно температура меняется. Вам не надо ехать никуда, понимаете? Вы будете сидеть в Потеряевке и разговаривать с библиотекарем онлайн. Ну, не везде. Вложность есть такая. Заходишь, у них даже связи там нет такие. Бывает. Ты приезжаешь. Об этом не надо думать. Будет связь. Все будет. Ну, давай. Спаси меня. Я не хочу ехать. Не хочу. Прямо не знаю как. Но, так как уж батюшка говорит, я подчинюся. Но все очень для меня тяжело это. Я вам сразу говорю. Сейчас во всех городах Центральной России, особенно, везде работает интернет. В Потеряевке есть интернет. Потому что Виктор, он связывается со Францией, звонит ежедневно там у них с Францией, они разговаривают постоянно. В Потеряевке надо только антенну поставить. Она стоит там тысячу рублей. Антенну ее на эту сосу какую-нибудь прикрутите. И у вас будет связь со всем миром, будет интернет-связь. Я забыл, что я буду не в городе. Не получится. Там связи никакой нету. Ничего не получится. А в день надо пять раз выходить. Еще раз. Я вам еще раз повторяю. Мы там сделаем связь. Потому что у меня сейчас, у меня в деревне, в которую мы переезжаем, там вообще в деревне в яме стоит. Там связи никакой вообще не было. Приехали люди, и мне сейчас наладили там связь. Там наилучшая связь получилась. Сейчас есть такие возможности, понимаете. И в Потеряевке тоже самое можно сделать. Где мы были в Калуге, где оставили там, мы ни разу там не могли выйти. И хозяин там огромную поставил антенну. Связи нету. Просто нету. Нету связи оттуда. Мы были в такие места. И вообще они там живут, говорят, связи нету. И потеряевка такая... Библиотеки. Не надо спорить, не надо. Библиотеки не в лесах находятся. Библиотеки находятся в населенных пунктах. А в любом населенном пункте есть интернет. Сейчас, понимаете. А вы были где-то на ошибке там были. Поэтому там и не было интернета. Я вам реальную вещь говорю. Ну и давай, давай. Доведи до конца. До конца доведи. Я буду очень... Там ничего доводить. Там ничего доводить. Это плевое дело вообще. Не знаю. Это расплюнуть. Расплюнуть. Деньги достанем и все сделаем. Ну давай, сделай. Я не могу... Я сегодня с этим... С Александром свяжемся и решим этот вопрос. И все. Ну все тогда, дорогой. Отпускай нас. Все. С Богом. С Богом. Храни тебя, Господь. И никогда не... Когда позвонишь, звони дольше, чтобы я успел схватить. Вот такой разговор получился. Ой-ой-ой. Благослови вам, Господи. Без Сергея мне очень тяжело будет. Благослови вам, Господи. 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 Благослови вам, Господи.